Движение общественного транспорта в Звенигороде одна из наиболее обсуждаемых тем в соцсетях. Самые волнующие вопросы жители смогли задать представителям транспортных компаний и сотрудникам администрации округа на совещании, прошедшем в режиме онлайн. С наступлением зимних холодов обострилась проблема доставки детей в школы. Родители настаивают на разработке максимально комфортных маршрутов для подвоза школьников из отдаленных районов. Чтобы пустить прямые рейсы до учебных учреждений, необходимо пройти определенную процедуру, разъясняют специалисты. Первое, с чего начинается, это когда родители, у кого есть потребность в перевозках, нет личного транспорта, они обращаются к классному руководителю, тот идет к директору и собирается в подписи, как вы сказали, идет к директору. Директор уже составляет список, уже в разрезе, чтобы мы на основании этого списка составили маршрут. Этот маршрут согласовали с ГИБДД, увидели возможность, главное, чтобы просчитали, заложили бюджетные средства. Вот какой он алгоритм и в правовом, и в техническом поле. И мы уже в разрезе, да, вот вы сказали, все школы, это все разные школы. И вот каждая школа там, Веденская, Православная и так далее, здесь пять человек из таких населенных пунктов, здесь десять. И мы уже, исходя из этого, формируем общую карту логистики, организации школьных перевозок. Отмена социальных рейсов, неудобное расписание автобусов, несоответствие расписания и реального движения транспортных средств. Все обращения жителей будут рассмотрены в кратчайшие сроки совместно с представителями транспортных компаний. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.